Уважаемые коллеги, всех приветствую! Я сейчас работаю с шубкой из меха Соболь. Вот если видно, здесь на заднем плане она лежит. Но я думаю, видно плохо. И вот здесь передо мной лежат детали. Их вам тоже не видно. Их не видно, потому что нет оператора. То есть оператор, который снимает это все и показывает прямо в деталях, близко, что здесь делаем так, здесь делаем так, здесь делаем так, здесь делаем так. Оператора нет. Мне бегать штатив, туда-сюда таскать, терять время. Ну, постоянно брать штатив, показывать. Вот здесь я сделал так, вот здесь делал так. Наклонить, если камеру и снимать то, что я делаю своими руками, то все равно какие-то детали вы не увидите. Ну, то есть это постоянное дергание к камере получается. Вот. Мы с вами занимаемся пошивом меховых изделий. У кого-то есть много знаний, у кого-то знаний нет вообще. Кто-то имеет средние знания, кто-то знает только азы поверхностные. Уважаемые коллеги, у нас август месяц немного посвободнее. Сейчас у нас уже начали поступать оптовые заказы. Это заказы на рыжую лесу, на чернобурую лесу. Это, естественно, все вросшив и вроспуск. Времени занимает пошив немало. Это очень трудоемкий процесс, занимает много времени. Вот. Но август у нас немного посвободнее. В августе разъезжаются люди в отпуска, ну, в общем, как бы немножко работа приостанавливается. На август у нас есть уже один ученик, который будет обучаться именно в режиме оффлайн. Не онлайн, а оффлайн. Ученик приедет из города Иваново и будет шить шубу изнутри под моим присмотром, скажем так, руководством сам. Значит, стоимость меха и стоимость обучения. Стоимость меха в зависимости от цвета, который выберет ученик, а стоимость обучения 150 тысяч. Время обучения зависит от ученика. Значит, из моего опыта, если человек нулевой, то есть знаний не имеет никаких абсолютно, на него уходит примерно 2-3 недели. Если знания уже есть, это как минимум месяц. То есть обучение займет месяц. Во время обучения ученик своими руками делает то, что я ему говорю. То есть я шью шубу руками ученика, при этом не притрагиваясь к меху вообще. Просто говорю, здесь делаем так, здесь так, здесь разрезаем так, на машинке шьем так, осноравливаем так и так далее. Вот, значит, это мы практикуем первый раз за историю нашей фабрики. Вот, обращений было уже немало, но мы не могли никак состыковать время. Но вот в этот раз у нас получилось, что это произойдет в августе. Еще раз повторюсь, значит, если есть уже какие-то знания, азы, то уйдет месяц, но я по-любому заберу месяц. Ну, может быть, 3 недели там с хвостиком, чтобы я уже конкретно убедился, что из ученика получился мастер. Мастер, который видит мех, который чувствует мех, который может импровизировать с мехом, у которого в голове отложились все формулы, расчеты, почему так, почему вот так и так далее. Который уже может шить на машинке так, как профессионал, именно как профессионал. В этом случае я говорю стоп и мастера отпускаю готового. Вот и все. Если вы хотите, чтобы я вел канал и вел группу, вот именно по обучению, работе с мехом, может быть, кто-то не уверен в том, что у меня есть эти знания. Но вы уже смотрели мои видео на ютубе, вы уже смотрели видео вконтакте. И, наверное, скажем так, это говорит о том, что знания есть, которые накапливались 30 лет. Вот эти знания накапливались 30 лет по крупиночке. Эти знания чего-то стоят. И эти знания я передаю в группе ВКонтакте вам. Вот. Группу я вчера закрыл. То есть эта группа будет закрытая. Чтобы войти в группу, вход в группу будет платный. Стоимость все это будет в описании именно к этому видео. И каждый месяц это будет стоить, ну, определенной какой-то абонентской платы. Если вам это надо, то, пожалуйста, прошу в группу, заходите. Все буду показывать, рассказывать, что, как делается. Если вам это не надо, ну, то есть, значит, вам это не надо. Значит, у вас действительно достаточно знаний, достаточно опыта, достаточно всего для того, чтобы работать с норкой, с соболем, с песцами, с лисами, с нутрией и так далее. Вот. Вот такое вот небольшое видео. Вот. И еще один момент. Смотрите. Когда работает оператор, ему нужно платить. Он бесплатно это делать не хочет. Потому что он в это время что-то делает. Я прошу своих сотрудников, снимите видео, снимите видео. Я их отрываю от их работы. Они зарабатывают в этот момент. Им совсем неинтересно бегать с камерой и снимать меня там, что я делаю. Это первое. Второе. Когда я снимаю видео, я также трачу свое время. То есть, это не просто так, что вот я сейчас с соболем работаю и снимаю. Вот так делается, вот так, вот так. Здесь делаем так, здесь делаем так. Нет. Я тихо, спокойно работаю с шубкой. Но если кто-то меня снимает, то это здорово. Если никто меня не снимает, то и у меня нет времени это снимать. То есть, к началу разговора берем камеру, показываем вот здесь вот так, вот здесь вот так. Потом камеру опять ставим, рассказываем и так далее. В моих уроках, в платных, по распуску, по тому, как обойти облапок, там все рассказано и показано до тошноты. Вот настолько мне человек популярно, прям пошагово все рассказывает, что создается такое впечатление, я что в детском саду что ли? Ну что ж он так дотошно все рассказывает? Потому что действительно это так и есть, чтобы не было вопросов. Из всех уроков, что были проданы, вопрос поступил один раз. Вопрос поступил один раз по уроку, как обойти облапок. Почему этот вопрос поступил? Потому что есть несколько вариантов, три варианта, как правильно обойти облапок. Я даю тот в уроке, которым пользуюсь я и который меня устраивает, который работает лучше всего. Именно этот урок, именно этот способ, эту технологию я там и даю. Вот. И еще, ребята, очень неприятный такой момент. Вот. Мои уроки, те, которые снимаются, на которые тратятся время, многие говорят, что это дорого. Ну, допустим, как обойти облапок? 18 тысяч рублей. Это дорого. Нет, это недорого. Я повторюсь еще раз вам. Это знания и опыт, накопленные за 30 лет. Зайдите в свою швейку, посмотрите по сторонам и посмотрите, на какую сумму меха вы испортили, когда экспериментировали, когда пытались что-то сделать. Не надо изобретать велосипед. Просто возьмите его, садитесь и езжайте. Купите, садитесь и езжайте. Вот. Эти уроки начали перепродавать подешевле. Ну, это, в общем-то, неприятно. Это неприятно. Ну, что поделаешь, я запретить не могу. Ну, перепродаете, перепродавайте. Но дело в том, что, опять же, какие-то вопросы возникают, какие-то тонкости, какие-то нужны советы. Ну, мне-то в таком случае звонить не надо. Уже сами доходите, додумывайте, что там, как и так далее. В общем, вот такое небольшое видео. Значит, вход в группу будет платный. Те участники, которые сейчас находятся в группе, вы тоже для себя подумайте, сделайте, примите решение, сделайте там вывод, примите решение. Надо вам это или не надо. Нахождение в группе будет платным. Вот. Но в группе будет очень много материала. И этого материала на сегодняшний день уже отснято очень много. Я его просто не выкладываю. Я вот, ну, до меня доходит такое, что ваш материал уже начинают по дешевке перепродавать. Это плохо. В общем, на этом все. Принимайте решение и до встречи.